Другой ракурс. Еженедельный итоговый подкаст Реда. Самые яркие, значимые и актуальные мировые события уходящей недели. Что случилось? Как это изменит мир и нас с вами? Минимум политики, максимум общественно значимых явлений, о которых несправедливо мало говорят в России. В этом выпуске. Ковид победили и вас победим. Кто еще попал в расстрельный список российского президента? Обратная сторона медали. Как на детей и педагогов повлияло дистанционное обучение. Встать суд идет. В США продолжают судить полицейского за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Не очень-то и хотелось. Новое движение против секса набирает обороты. Пробито очередное дно. В Единой России предложили серьезно штрафовать россиян за добрачные связи. Далее подробно. Ковид победили и вас победим. Кто еще попал в расстрельный список российского президента? Английские таблоиды заявляют, Владимир Путин составляет список уничтожения противников. Шесть человек, кто уже попал в число недругов российского лидера, живут сейчас в Великобритании. После истории со Скрипалями и неудачной попытки убийства Навального, Кремль, по мнению английской прессы, готовится взять постпандемический реванш. Сгущаются тучи над сторонником Навального Владимира Машурковым, оппозиционером Михаилом Ходорковским, бизнесменом Евгением Чичваркиным. В список якобы попали также бывший сотрудник КГБ Борис Корпичков, давний враг Кремля Билл Браудер и бывший офицер Ми-6 Кристофер Стилл. Все эти люди в той или иной степени составляют оппозицию действующей российской власти и напрямую президенту Путину. После публикации этих данных, потенциальные жертвы режима выступили с комментариями. К этому нужно относиться очень серьезно, заявил Браудер. После данной публикации Путину будет сложнее снять с себя ответственность, если один из нас будет убит или погибнет при непонятных обстоятельствах, уверен бывший российский шпион Борис Корпичков. Я не сомневаюсь, что российские спецслужбы способны проводить казни в любой точке мира, комментирует таблоиду ситуацию Владимира Шурков. Откуда вообще появилась эта информация? По заверениям одного из фигурантов списка, ему о готовящейся расправе сообщил действующий ныне офицер российской разведки. Может это все и фейк, но события последних лет показывают, что оппоненты российской власти умирают при загадочных обстоятельствах, либо становятся жертвами покушений и лишь чудом остаются в живых. Верить во все это или нет, решайте сами. Обратная сторона медали. Как на детей и педагогов повлияло дистанционное обучение. Информационное агентство Reuters опубликовало исследование о последствиях онлайн-образования, на которое из-за пандемии коронавируса перешли школы и университеты во всем мире. В центре внимания оказались учителя и школьники Соединенных Штатов Америки. Собственно, вот к каким выводам пришли авторы этого исследования. Первые уроки через Zoom и Skype спровоцировали у детей ухудшение настроения, у них стал пропадать интерес даже к хобби, которое ранее доставляло максимум удовольствия. Когда родители стали открыто заявлять, что дистанционка негативно влияет на психологическое состояние их детей, на это начали обращать пристальное внимание. Вот какие данные удалось получить. 743 школьника из чуть более 2 миллионов учащихся обращались за психологической помощью во время карантина и дистанционного обучения. На 90% выросло число пропусков занятий по неуважительным причинам. Больше половины учителей в той или иной степени обращались за консультативной помощью к психологам. Очень интересная статистика по детской смертности в США. В 2020 году в стране умерло 36 860 детей. 216 из них – в связи с диагнозом COVID-19. Школьные советы, профсоюзы педагогов и родительская общественность выступали за полное или частичное закрытие государственных школ. Но фактически детская смертность в Штатах не превысила и 0,1% от всех детских летальных исходов. Еще в начале 2020 года никто не верил, что дистанционное обучение затянется так надолго. Когда стало ясно, что вернуться в офлайн быстро не получится, то часть родителей, имеющая более высокий уровень дохода, начала искать частные школы, чтобы их ребенок мог учиться очно. И такая возможность в стране была. Что и помогло какому-то количеству школьников вернуться к привычному ритму жизни, раньше своих менее обеспеченных сверстников. Жаль, что в России такими исследованиями никто не занимался. Было бы интересно узнать, как на самом деле наши учителя и школьники пережили онлайн-обучение. А все, что говорит на этот счет госпропаганда, если честно, малоубедительно. В США продолжается слушание дела против убийцы афроамериканца Джорджа Флойда. Дерек Шовен, полицейский убивший Чернокожего в США, предстал перед судом присяжных. У этого уголовного дела серьезный общественный и политический шлейф. Перед гробом убитого Джорджа Флойда на колени встал один из видных представителей власти, а также активизировалось народное движение под лозунгом «Жизнь черных имеет значение». При этом суд над Шовеном проходит под эгидой объективности и непредвзятости. Первые сложности начались на этапе отбора присяжных. Собрать коллегию оказалось непросто. Нужны были люди, мнение которых может быть максимально объективным. Кто-то категорически отказывался от участия в судебном процессе из-за недостаточности юридических знаний, а кого-то отвергала сама система, из-за лояльности к движению за права темнокожих. Когда состав суда присяжных сформировался, началось судебное следствие. На минувшей неделе прошло очередное заседание суда. Выяснилось, что полицейский, чьи действия привели к смерти задержанного афроамериканца, и раньше применял силу к арестованным. Однако все шесть случаев применения силы в суде осматривать не стали. Обосновали такое решение просто. Суд изучает конкретный случай, а уж что там было в биографии подсудимого ранее, дело другое, и на присяжных влиять это никак не должно. В любом случае, быстро судебное разбирательство по этому делу не закончится. Американский суд – инстанция педантичная и весьма бюрократическая. Возможно, политическое давление сыграет свою роль в этом деле, но уж точно конъюнктура не станет принципиальным основанием для осуждения или оправдания этого преступления. Хотя, кто знает, может политика влияет на это дело сильнее, чем всем нам кажется. Новое движение «Антисекс» очень медленно, но набирает обороты. Люди, которые намеренно отказываются от интима, именуют себя асексуалами. При этом свое движение они оправдывают стремлением к романтике и духовной близости, а не к животному совокуплению между партнерами. Причем половая принадлежность и сексуальная ориентация здесь не важны совсем. Асексуальность – это полное отсутствие сексуального влечения. Несмотря на то, что явление – это относительно молодое про-антисексуальное настроение, уже пишут книги. Например, в сентябре прошлого года в тираж вышла книга журналистки-асексуалки Анжелы Чен. В своем сборнике автор рассказывает множество историй о людях, которые напрочь отказались от секса. На самом деле асексуальность – это тоже как ни странно сексуальная ориентация. Наравне с гетеро, гомо и бисексуальностью. Как и любые нестандартные проявления, это считалось чуть ли не медицинской болезнью. Бытовало даже мнение, что асексуалы появились из-за распространения интернета. Все мы прекрасно знаем, что социальные сети спровоцировали бум виртуальных отношений, и в частности виртуального секса. Справедливости ради надо сказать, что прародителем вирта стал секс по телефону. Но реальная близость людей от этого, скажем прямо, пострадала не особо. У асексуалов вполне себе оптимистичные взгляды на будущее. Например, адепты движения уверены, что платонические дружеские связи могут стать причиной для создания семей, где будут даже воспитываться дети. Все это звучит дико. Однако сторонники асексуальности считают, что их стиль жизни будет едва ли не спасительным кругом для тех, кто по жизни одинок и не нашел свою вторую половину. На сегодняшний день в мире сторонников движения за асексуальность только в интернете чуть более 120 тысяч человек. Поговаривают, что с учетом офлайна их гораздо больше. Пробито очередное дно. В Единой России предложили серьезно штрафовать россиян за добрачные связи. Еще одни неадекватные инициативы от членов партии власти, возможно, скоро будут озвучены в Государственной Думе. Под лозунгом борьбы с абортами в законодательство страны попытаются пропихнуть в частности обязательную проверку на девственность в школах и вузах, а также денежные штрафы за секс до брака. Документ с подобными тезисами, судя по всему, готовит Думский комитет по вопросам семьи. По мнению авторов, эти нововведения должны решить проблему подростковых абортов. Одним из идеологов подобных законодательных практик стала единоросска Лидия Михайлова. Вот как она прокомментировала весь этот идиотизм изданию «Инсайдер». Меры по защите девственности значительно более гуманны, чем запрет абортов. «Я выросла в СССР, и у нас абортов было мало. Потому что тогда мы сексом не занимались, во всяком случае, до брака. Да и после брака практически тоже. Это сейчас молодежь готова едва ли не на улице это делать». Такая модель поведения навязывается западным влиянием и в результате приводит к эпидемии абортов и ВИЧ. Пора вспомнить, что секс нужен именно для зачатия детей и создания крепкой семьи, это не развлечение. Конец цитаты. Чтобы оградить россиян от добрачного секса, по инициативе единороссов предусмотрен штраф в 300 тысяч рублей, причем оштрафованы могут быть и мужчины и женщины. Кроме того, обязательными должны стать для девушек и визиты к гинекологу. Так сказать, интимный госконтроль. Согласно этим шизофреническим поправкам, можно будет забыть и о гражданском браке. Хоть тетеньки из «Единой России» и уверены, что их закон смотивирует людей на заключение официального брака, они глубоко ошибаются. Ничего у них в этом смысле не получится. Кстати, критики этих домостроевских идей уже успели высказаться. В частности, заговорили о гомосексуальных связях и о том, как применять закон к тем, кто лишился девственности до принятия данных поправок. Вообще, у этого комплекса законов о противосексуальной жизни есть масса других маложизнеспособных пунктов. Плохо то, что недоработанность и глупость законов у нас не является причиной их непринятия. Что ждет эти инициативы, станет понятно уже в мае. Так и подмывается, сказать, любите друг друга, пока не запретили. А еще подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И не забывайте слушать итоговый подкаст Реда каждое воскресенье.